Текстов будет очень много. Мы начинаем одну партию, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. Люди обмениваются эти текстами, они хохочут, они смеются, они расслабляются, потому что в каком-то смысле это сон наяву. Ведь смотрите, вы же не отвечаете за те сны, которые вы смотрите. Они случились, вы не виноваты, что вам приснилось. Поэтому иногда вы с легкостью можете об этом говорить. А мне сегодня приснилась какая-то дурь. Та же самая вещь происходит, когда, например, почему люди начинают пить в частности? А потому что я напился, я уже не отвечаю за то, куда меня несет. Больше того, общество говорит, ну пьяный, что с ним? Ну конечно же. Поэтому я в состоянии вот этого, я могу нести всякую ахинею, и все будут меня принимать. Ну а если я буду в здравом сознании, меня тут же не принимают. Так вот, я вывожу вот это состояние, право на вот эту множественную ахинейкость, на глупость, на примитивность, еще на что-то, на неопределенность. Я это вытаскиваю. И это ты, и это ты. Тебя очень много разного. И когда я понимаю, что во мне гораздо больше всего, чем вот этих внешних рациональных схем, мне становится с собой интересно. Ведь очень часто депрессия опять же происходит потому, что мы себя загоняем во внешние рациональные схемы. Цели, задачи, как надо, куда идти. Средства, формы, методы. Средства, формы, методы. Вот эта вся бредятина всяких тренингов, которые проводятся. Тренинги продаж, оргдеятельностные тренинги в России и так далее, и так далее. Семь шагов к успеху. 125 способов завоевать женщину. 139 способов удовлетворить свой желудок с помощью холодильника. Что так много для женщин, надо способов. Боже. Вот берите вот количество вот этих книжек, которые постоянно дают кучу рекомендаций на все случаи жизни. Оно бесконечно. И человека все время накачивают вот этим состоянием, что делай так, делай так, и будет тебе счастье, и будет тебе успех. А когда я вытаскиваю из него вот эту энергетику, вот эту внутреннюю ахинейскость, этого внутреннего ребенка. Это сумма каких-то глупостей. А вот это, я бы сказал, вакханалия тренингов, которые сейчас на постсоветском пространстве. Это как-то связано с какой-то аспектом вот этого всего? Почему надо находить эти тренинги? То есть они уходят с чем-то и как-то там раскручиваются? Но вот как раз те тренинги, которые я провожу, это в каком-то смысле такие тренинги. Нет, я не про вас. Потому что традиционные все тренинги, все бизнес-тренинги, они целево, ну, господи, внутренний. Почему люди ходят туда? Какую потребность они удовлетворяют, ходя туда? Еще и деньги из кармана, если платят, например. Ну, они, скажем так, это надежда на то, что можно что-то там найти. Вот это, опять же, надежда, что я чего-то там найду. Узнаю не в знании дела. Вот с кем-то как-то там законтачусь, что-то начну понимать. Законтачусь это важно. Законтачусь не в деловом отношении, даже, может быть, просто там по-человечески, допустим. Очень многие приходят на тренинги именно потому, что там создается такое-то неформальное общение, например. То есть не хватает? Конечно, этого всего не хватает. Эффективность. Иногда бывают тренинги, которые действительно человеку позволяют обрести какое-то дыхание. Огромное количество бизнес-тренингов – это, конечно, просто откоренная манипуляция. Когда человека выстраивают какие-то новые схемы, но меня это мало интересует. Я повторяю, это из области той психологии, которая не про меня. Я просто имел в виду, что вот есть люди, у них какая-то потребность, они там чего-то, ему не хватает. Может быть, он тренингом пытается как-то... Ну, конечно, он пытается, пытается. Но вот я повторяю, то, что делаю я, например, в каких-то... Я назвал это тренингом, но это условное слово «тренинг». Потому что смысл этого тренинга заключается в том, что мы никогда не знаем результата. Хороший тренинг считается, что мы должны знать, к какому результату придем. А я говорю, ребята, расслабьтесь. Мы не знаем, что у нас в итоге получится. А даже бизнес-план не говорит, куда ты придешь. Но мы можем получить это... Вот с помощью этого мы можем научиться получать удовольствие от самих себя. Или от кого-то другого. Мы можем что-то неожиданное узнать про себя и про кого-то другого. Давайте, может быть, все-таки у нас такая аудитория... И это та штука, которая позволяет на самом деле... Это маленькие элементики, таких много. Я через эти штуковины, в частности, восстанавливаю нормальные отношения в семье. То есть даже так вот? Ну, конечно же. Хорошо. То есть люди начинают слушать друг друга? Да, они себя начинают слушать. Они начинают слушать себя незнакомого себе. Вот какого-то себя такого неожиданного. А тогда уже проще слушать другого. Ну, разумеется, конечно же. Гораздо проще принимать другого, если я научаюсь принимать себя в таких форматах. Фактически, получается так. Вот я видел мужиков, там, четвертый раз женат. И говорит, там, знал бы я, знал бы я, что они все одинаковые, так я бы и с первой не разводился. А как раз в этом-то история запрещается. А он до себя не достучался? Ну, естественно. И поэтому он все четыре жены, а то и семь жен, он на самом деле... Он их видел схематично. Он так ни одну и не увидел. И его никто из них не увидел. Но, в первую очередь, себя не увидел. Он же надеется на то, что наконец-то найдется женщина, которая его распознает. А она откуда же может его распознать? Но он надеется, он об этом не думает. Но наивно предполагает. А если он сам не умеет... А что значит распознать себя? Это не цели, не задачи, а это сумма глупостей, которая во мне есть. В каждом человеке в глубине есть сумма глупостей, наивности, каких-то наивных фантазий, каких-то наивных каких-то импульсов, которые тянутся откуда-то из глубокого детства. Я ведь почему детством занимаюсь? Не потому что я какой-то... Я понимаю, что в детстве коренится огромное количество вещей в переживаниях детства, которые затем, собственно говоря, всю жизнь человека сопровождают. Но он все это утопил куда-то в глубину. А вот занимаетесь... Ваши слова, ваши предложения, ваши чувства, ваши мысли, которыми наполнена была ваша голова, когда вам было 3 года, 4 года, 5 лет, были абсолютно уникальными. Ну, да, как у всех. Они были ваши переживаниями. У вас была своя индивидуальная траектория ползания под столом. Ну, наверное, да. Между стульями. Ну, и так далее, и так далее. Ну, где вы ползали, чего за меня взгляд всегда ползал совершенно автономный, и вы создавали какой-то свой... И там создавался мир ваших базовых образов, базовых ощущений, базового какого-то языка. Вы его сами сочиняли. А потом вы начинаете встраивать себя в массу схем, в которых вы должны быть не вот эти, не внутри своих этих переживаний, а вы осваиваете некие стандарты коммуникативные. Уже общество начинает... Языковые стандарты. Мама мыла раму. У Нины были шары. Наши первые слова. Ленин, Родина, Москва. Ну, конечно, конечно, конечно. Но не обязательно... Буквально. Совсем не обязательно. Это должны быть идеологические какие-то слова. Это может быть не партия, не Ленин. Мы по этому поводу много смеялись. Но дело не в этом. Дело в том, что мы можем делать совершенно не про партию, а про Ленина, что все равно будет набор неких общих коммуникативных схем. Мы их осваиваем, но в этот момент мы теряем себя. Мы становимся успешными внутри схемы, но мы внутри этой схемы не можем почувствовать себя. И это отправная точка для кризиса. Мы себя теряем. Мы прожили жизнь и говорили, черт побери, а я-то где? Но мы же все-таки в обществе живем. Мы не можем иначе никак. Вот вопрос в том, в какой степени вы можете внутри того, что вы делаете, быть собой. А это общество тебя давит, оно тебя наказывает, оно тебя лишает компота. Ради Бога. И в какой мере при этом вы остаетесь собой. Можете позволять себе быть собой. И не надо говорить, что Андрей Платонов мог, Анна Ахмата могла, Михаил Пирпортнов может оставаться собой, потому что он такой великий, гениальный и так далее. Ради Бога. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что любой человек обладает этой способностью. Я все время обращаю внимание на то, мне, например, страшно, интересно, я долгое время у нас в России был один магазин, неважно, как он назывался, что там происходило, я туда просто ходил как на праздник, потому что там на кассе работала какая-то кассирша, которая настолько феерично общалась с покупателем, что это было одно удовольствие. Это было ярко, это было фантазийно, это было круто, она просто кайфовала. И при этом она все делала очень быстро. Человек, который кайфует, на него приятно смотреть. Ну, конечно. И она при этом все делала очень быстро. Она потом куда-то исчезла. Музыканты вот особенно, когда они в отрубе, в нерване такие, и там отрываются. Но мы при этом говорим, люди творческих профессий, а я здесь специально говорю про кассиршу. Какая там творческая профессия? Боже мой, да что кассирша? Я знаю, что там люди иногда бывают, там пол моют тряпками, и при этом одно удовольствие смотреть. Потому что чувствуется, что человек внутри. И меня очень интересует всегда вопрос, как люди неинтересные, а делают интересным. Когда мне, я специально собираю такие коллекции, истории. Самое ненавистное ваше дело, ну там посуду быть. А как вы спасаетесь от нудятины, то есть я посуду или уборки дома. И человек начинает рассказывать, там песни поет, сочиняет всякие истории. И вдруг оказывается, что вот это нудное, рутинное предприятие для кого-то оказывается смертным наказанием, а для кого-то просто праздником жизни. Я, например, очень люблю посуду мыть, и мне жена говорит, что ты делаешь, поставь машину. Да, да, да. Я говорю, ты хочешь лишить меня радости жизни. Я, когда я мою посуду, я как бы забиваюсь в свой такой уголок, где никто мне не мешает. Да. Я внутри себя, я вот, как она говорит, enjoy yourself, myself. Да. Да, это такой кайф вообще. Вот. И водичка течет. Конечно, конечно. И каждый находит свои какие-то зоны. А жене там говорят, другие женщины, ты смотри, какой муж у тебя. Посуду, мы его не заставишь. Да, да, да. У меня отнять невозможно. Но самое главное заключается в том, что вас тоже не заставишь. Если бы вас заставляли, если бы это не был бы ваш драйв, понимаете, вас бы стали заставлять, вы бы послали всех куда подальше. Такой вопрос. Так. Значит, вот говоря про детство, про то, что вот в этот момент, вот от рождения там дано и так далее. Как вы относитесь вот к таким построениям, когда мы говорим про родовую память, вот оттуда идёт, из прошлого, так сказать, от предков? Ну вот это, скорее, генетического, помимо чисто генного, помимо вот этого, вот, то есть вы как-то не воспринимаете это как? Вот знаете, у Ньютона было такое замечательное выражение, у Ньютона, кажется. Исаака? Да, кажется у него, гипотез не измышляю, что-то в этом роде, я не помню, он или нет, ну что-то там у меня застряло в памяти. Вы понимаете, когда я могу какие-то вещи, вот для меня есть некая информация, является, что называется, избыточной. То есть, ну, есть она, нет её, это мне не прибавляет, вот мне не прибавляет ничего для понимания, интерпретации ситуации. Больше того, вот я, когда я работаю с клиентом, я вообще пытаюсь по максимуму освобождаться от лишней информации. Лишней информации много, мне не нужны паспортные данные, например, мне не нужно знать там возраст человека, ну и так далее. Ну, просто я вообще вас спрашиваю, потому что есть люди, которые ищут причину, потому что дедушка по материнской линии кого-то зарезал. Можно дальше? Да, да, я понял, понял. Вот это вот, вот это вот сейчас вылезает. Так вот, и мне на самом деле очень неинтересно, я иногда работаю с каким-то коллективом, они начинают, приглашают меня про трудного ребёнка работать в какой-то тяжёлый детском доме, и они мне начинают говорить, вот у него, я говорю, ребята, мне это всё неинтересно. Как неинтересно? Мне неинтересна семейная ситуация. Я же не занимаюсь сопровождением семьи. Мне интересно то, что я сейчас могу наблюдать, и то, что наблюдаете вы. А учителей хлебом не корни, только дай порассуждать про причины того или иного плохого поведения ребёнка. Я говорю, меня причины не интересуют вообще. Меня интересует другое. Меня интересует, как описать ту ситуацию, в которой человек находится. Меня не интересуют причины, которые загнали вас в депрессию, какие-то вот лежащие где-то. Меня интересует, как из неё выкарабкиваться. Это совсем другой вопрос. Мы всё время путаем причины и с тем, как... С симптомами. Да, да, да. То есть нам нужно... Нет, вопрос не в том, чтобы бороться с симптомами. Вот здесь как раз история не... Просто когда мы... Ну, скажем так, вот, есть ли у вас какая-то базовая родовая травма? Наверное, есть. Но, ребята, я её не исправлю. А говорят, может, это зависит. Вот, ребята, я её не исправлю, я её не откорректирую. Она ужасна для меня так случилось. У меня как бы... Ну, мышление у меня построено таким образом. Я не могу до этого здесь, ну, нафига мне туда лезть? Даже проще скажу. Вот ребёнок в школе учится, вот скверный, он там вот... Не просто скверный, он там... Ну, там на каждом уроке он там гавкает без кольца. Ну, просто бегает по классу и гавкает. Ну, да, ещё куча всяких проблем. Мне говорят, вот у него такая-то семья, у него мать... У него и папа гавкает. Билет, но я же не могу исправить эту семью. Я их не изменю. Они ко мне на консультацию не обращались. С какой... Нафига мне знать, что там у него с семьёй? Мне нужно понимать зону своей ответственности. На что я реально могу повлиять? Я не могу повлиять на рождение Михаила Портнова. Нет. Вот не получится так. Вот я уже ничего... Ну, вот в рамках моего рационального тупого сознания я не смогу на это повлиять. Ну, их нафига не знать, в каких условиях он родился. И какой травматический опыт был у его родителей. Хорошо, давайте я переключу вот на что. Я очень часто слышу сейчас, вот люди, которые там пишут, из России, Украины, они говорят, что какое-то катастрофическое состояние системы народного образования. И про университеты, видите, что я выслушиваю? Что абсолютно бессмысленно там учиться, что там вообще ничего не преподают, что там вымогают деньги, что там преподают плохо, что брал платные консультации, а на платных консультациях объясняют более понятно. Я сейчас вот про школу хочу сказать. Вот школа сегодня, да, и школа, допустим, там советская, которую мы помним, ну там, не знаю, 70-е, 60-е. Вот что-то кардинальное такое произошло, что влияет вот на то, о чем мы говорим сегодня. Ну, кардинальное произошло то, что, в принципе, интеллектуальный потенциал страны стал немножко ниже просто за счет мощной миграционной волны. Ну, уж неужели настолько? Ну, вообще-то... Может быть, потребности нет в образованной федерации? Нет, подождите, я, честно, давайте я в свои логи прийду. Давайте, давайте. Ну, по количеству, вам, наверное, лучше меня известно, у нас за 25 лет общее количество людей, выехавших из страны, и причем это нехилых людей. Не в Украину, там, Белоруссии? Да, даже если бы не туда. Окей. Не важно. Просто из Российской Федерации выехавших людей, ну, выше, чем была иммиграция после 18-го года. То есть, скажем бы, в каких-то кругах? Ну, у нас слой, вот вы же понимаете, что индивидуальный слой чрезвычайно тонок. Да. Я не могу сказать, что он у нас был очень хорош. Он был разным. Ну, какой-то был. Ну, какой-то был. И мы понимаем, что этот слой истончился. Не потому, что вот именно евреев из него убрали. Да, конечно. А еще всех остальных. Ну, естественно, не только в евреях делают. Это первое. Истончение за счет выезда за границу страны. Дальше. Слой людей, находящихся в сколах, истончился. Вы понимаете, в советское время умному человеку деваться, в общем-то, были ограниченные сферы, куда можно было деваться. И правда заключается в том, что я мог бы быть внутри самой тупой советской системы образования, но личность ты, извините, не пропьешь. Она прет наружу. И вы же прекрасно понимаете, что если вы замечательный учитель школьной истории, вы это все свое носите с собой и продолжаете им быть, а судьба так сложилась, что вы стали главным редактором «Эхо Москвы». И вы уже перестали быть учителем школьной истории. Ну, вы, может быть, больше, чем учителем. А таких... Нет, стоп, я же не про это, вы же про школу спрашиваете. А, я понял, с школы ушел. Ну, вы знаете, сколько таких внедиктовых? Сколько народу покинуло школу? Ну, естественно, ну, разумеется. И вы же прекрасно понимаете, что на их место приходят вовсе не внедиктовые, а какие-то другие товарищи. То есть не потому, что в школе именно мало платят, а просто потому, что больше возможностей... Ну, естественно, просто объективно происходит вымывание. Поэтому в шахматы сейчас нет такой интерес, желающих играть. Во-первых, я не говорю, что школа была хороша. Ну, какая бы... Но даже по отношению к тому, что было, происходит вымывание. Это еще один фактор. Ну, хорошо, вот ребенок в школе... Это не вопрос системы. Ведь надо же понимать, что в самое гнусное время, советское, там, какое-то там, сталинское, в 30-е годы, в школах было очень много причин. Да, правда. Они могли быть в самой дурацкой, встроены в систему дурацкого наркопросовского образования, но личность наперла. Но и учителя зарабатывали нормально, подошли нормальные люди тоже. Да нет, там были в 30-е годы заработки были плохие. Но дело не в этом. Я знаю, это просто были люди, которые, ну вот, понимаете, люди, которые культуру несут на кончиках пальцев. Культура языка, культура... Ну, в старой школе, многое дело. Ну, естественно, естественно. Да и кроме... Да и не только из старой школы. И те, кто заканчивала школа коммунно-наркопроса, как там, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев, со всеми этими сумасшедшими экспериментами 20-х годов, когда там строили там Дальтон-Планы, еще что-то там. Черт. Очень многие люди, на самом деле, абсолютно не соответствовали системе, в которой они... Ну, разумеется, конечно. ...полное отрицание. Да, естественно, естественно. И школа пульсировала этими людьми. Независимо от того, какие портреты висели на стенках и по каким программам происходило школьное образование. Вот ребенок. Вот мы были ребенками, ходили там в школу, мы были октябрятами, пеннерами, красомольцами. И мы жили в каком-то таком, ну, как сказать, в каких-то рамках, которые нас куда-то вели. Мы примерно знали, что было. Да. Потом довольно... Примерно было понятно все. Но при этом некоторое количество думающих людей было. Было. Думающих людей, которые время от времени... Вы видели по их лицам, что они знают гораздо больше, чем они говорят. Они помалкивали. Ну, конечно. И иногда молчание было более говорящим, чем разговор. А иногда были некоторые реплики бросаемые, а еще что-то. И в результате вы очень многое выстраивали из контекста. Очень многое... Купорные разговоры. На провокацию вашего мышления. И в мышлении я сейчас не про политику даже говорю. Не про то, что хорошо и что такое. Ситуация была более объемной. Сейчас именно за счет того, что, как ни странно, политически она была плоской, а человечески она была более объемной. Дайте мне, я напоминаю анекдот, как лектор из общества знания, его колхоз послали, и он там рассказывал, ну, атеистическая была лекция о том, что Бога нет. И, в общем, как космонавты летали, в общем, разоблачили все такое. И там батюшка тоже сидел, и он, ну, уже так, он в кураже, и он говорит, ну, что, батюшка, может, вы что-то скажете? И батюшка поворачивается к залу и говорит, братья, Христос воскрес. И, значит, вся братья, значит, говорит, во истину воскрес. То есть, я к чему говорю, что, конечно, мы слушали это все, но им трудно было. Хотя до многих они достучались, вот, в смысле отмораживания мозгов, но, в общем-то... Ну вот, происходило много чего. И самое главное, я повторяю, был все равно вот какой-то вот слой людей, который вот в этой образовательной пахоте, такой невидимый, принимал участие. Потом это стало разбываться. То есть, сейчас вы хотите сказать, что, во-первых, учителя, как-то не учителя, а вот, ну, влияние общества. Функционализация. Это, значит, это всё, как в школе. Есть какая-то цель, которая движется в школе. Ну, кроме того, что он формально должен закончиться. Теперь дальше смотрите. Школы очень разные. То есть, вот когда я, во-первых, вам сказал о том, что вот в принципе вымывание произошло, это безусловно, но, с другой стороны, я четко понимаю, что очаги, вот некоторые очаги, школьные очаги, в которых есть нормальные И школы, которые пытаются строить полноценное образование в культуре, они сохраняются. Но их мало. Их очень мало. Я как раз закончил знаменитую, печально знаменитую 57-ю в Москве. Это, конечно, был 10 островов очень прикольный. Ну да, да, конечно. Нет, таких островков было тогда много. Сейчас таких островков меньше. Не больше. Нет, их меньше. Они гораздо более локальные. А ведь если родители могут деньги заплатить, значит, можно было бы, ну вот как бы, если же теперь коммерческая, можно же теперь, просто если деньги есть, можно ребенка послать в хорошую школу, должна быть. А тогда объясните, пожалуйста, что такое хорошая школа. Что значит послать? Школа это функционально. Если мы опять же отталкиваемся от того, что школа это некий уклад человеческой жизни, в которой присутствует некоторое количество мыслящих людей. Да, ценность определенная. Ну, разумеется. И это вот та 57-я школа, про которую вы вспоминаете, была именно такой, которая наполнялась личностями. И таких школ было много. Или там физмат-школа в Новосибирске, там еще куча таких школ, на самом деле, было, которые аккумулировали в себе очень мощное человеческое личное знание. И прочее, прочее содержание. Это были действительно очень мощные такие агрегаторы, вот, некоторого неформального образования, на самом деле. Я-то думаю, что сейчас больше такого стало. Мне казалось, что раз коммерциализация, есть люди, у которых есть деньги, в Москве, например, много людей с деньгами. Я повторяю, вопрос не в деньгах, а в вымывании. Человеческий ресурс не безразделен. И если вымывается... Нет, даже деньги нет. Ну, а где вы их возьмете-то? Черт побери. Ну, извините. Ну, и кроме того, что значит за деньги? Вы же понимаете, что в школе, кроме всего прочего, существует, остается какое-то совершенно презентное отношение у тех же самых коммерциантов. То есть, ну да, мы будем вам платить достойную зарплату, ну, там, в пределах там. Ну, и при этом так счетчик работает, и на автомате предполагает, ну, что там учителю можно платить? Ну, будет он получать тысячу долларов, и пусть радуется. Ну, это же круто, тысячу долларов получать. Ну, в Шадринске, наверное, в Москве мало. Так, это вообще унизительная ситуация, на самом деле. Извините, пожалуйста, ну, что я буду с этой тысячей долларов делать? Ну, это же смешно совершенно. А вот когда Медведев там, ему говорят, вот там мало класть учителя, он говорит, ну, ты же не шел в школу за деньги, ты же шел, хочешь деньги, где бизнес? Но вопрос, опять же, не про это, вопрос вообще не про деньги. Не в этом дело. Вопрос в том, что вот произошло вот это разбывание кадров, и дальше. И большая категория людей, как Венедиктов, так еще кто, они просто ушли в другие сферы. Эти сферы появились. Сферы, в которых можно зарабатывать, или заниматься самоактуализацией. Наверное, был хорошим учителем. Ну, да, да, да. Но есть следующая история, кроме этого, кроме того, что я могу заниматься самоактуализацией в других сферах, там в бизнесе, или там в журналистике, или еще где-то, где-то. В школе в последнее время сокращается возможность самоактуализации. Если в 90-е годы, там был момент, когда школа давала возможность учителю быть собой. То есть не прессовали? Ну, конечно, ну, конечно же. Уровень свободы внешний был гораздо выше. В последние десятилетия, конечно, произошла катастрофа, связанная с тем, что резко сократился уровень внешней свободы. Я с одним... Он когда-то был моим... А для школы это... Когда-то был моим учеником, парнишка, в той же 57-й школе я немножко преподавал, вот он был моим тогда учеником. Он преподаватель математики. И он преподавал не в 57-й, а там есть родственная такая, 179-я школа у нас там. И оказывается, что сейчас в школах есть такая должность замдиректора по безопасности. Я, например, не знал. Вот он у нас рассказывал на канале. И в итоге ему пришлось из этой школы уйти, потому что он... Там у них есть такая доска, куда люди вешают какие-то заметки интересные. И он один раз повесил из новой газеты, не то чтобы он там откуда-то из, не знаю, там New York Times. Из новой газеты что-то повесил, а его предупредили. А он потом опять повесил, и пришлось уйти из школы. А он очень яркий, он в Израиле преподавал, он вернулся в Москву. И тогда, и я не знаю, где он сейчас учитель... А, он сейчас, это сам, репетитором работает. Он не работает в школе больше. То есть, казалось бы, математическое, казалось бы, все-таки там немножко... Ослабление должно быть в правилах. Даже не знаю. Ну вот, и конечно же, именно потому что вот сейчас происходит вот эта очень жесткая идеологизация в условиях... Смотрите, в 30-е годы идеологизация школы не была катастрофически страшной по одной простой причине. Какой? Ну, школа была наполнена неизбежно по факту людьми, которые были возделаны классической гимназией. Да. Ну, хорошо, был, я понял, такой флэйвор был. Ну, естественно, там было порвано роду, который, ну, неизбежно на себе много чего... А вот эта школа, допустим, на периферии и школа в Москве. На периферии должны больше свободы, наверное. Ну, в общем-то, да. То есть, как бы, чем дальше... Да, в какой-то мере, ну, опять же, какая периферия. Если это далекие якутские села, то там свободы по-прежнему очень много. Ну, да, когда до ближайшего села я на вертолете лечу 400 километров... Приходилось? Да. Ну, извините, пожалуйста, там 400 километров, а в селе всего 500 человек живет. Так вы его переселите куда-нибудь? Так люди живут не ради школы и учебы, а ради того мира, который они возделили. И это целая вселенная. Для меня это было одно из самых счастливых времен, когда я путешествовал по якутским школам. Вот я там попадал на вот эти островки свободы. Но это дети якутские или русские? Ну, а, конечно, разумеется, абсолютно русские. Абсолютно, там все на якутском языке, разумеется. А, по-русски не говорят? Нет, конечно. Нет, они говорят по-русски, но основной язык якутский, конечно. И они живут, связанные эпосом Алан-Хо. А ну, тогда, конечно, они там... Ну, что вы, конечно. Конечно.